Что важно знать? Как вы думаете, какой вид спорта самый адреналиновый? Вольф. Вольф. Это правда. Я писал предисловие к одной книге американского автора, и у него во вступительном слове сказано, что Вольф это самая адреналиновая игра. Я не поверил. Че там адреналиново бутнул и пошел полтора километра пешком. Че там спорт-то? Спорт, это там много движений в единицу времени, правильно? Но из этой логики получается, что игра в Чапаева больше спорт, чем в шахматы. Там же больше движений в единицу времени. Оказывается, спорт не спорт, зависит не от количества движений, а от степени психоэмоциональной нагрузки, от степени психоэмоционального напряжения игрока. И в этом смысле шахматы, безусловно, спорт. Что значит самая адреналинная? Удар в свинг длится 0,7 секунды. За это время гольфист получает такую дозу адреналина, которую не получает ни в одном виде спорта за это же время ни один спортсмен. Почему? Чего он так переживает? А дело в том, что если вы бьете ногой по мячу, и вы изменяете поворот стопы, значительно даже вы незначительно влияете на полет мяча. Если вы бьете рукой по мячу, то вы можете сделать небрежный дак, и все равно он будет идти туда, куда нужно. Но когда вы бьете клюшкой, изменение угла поворота клюшки на полградуса влияет на падение мяча, 5 метров дает погрешность. Полградус, что полградуса, пообразите, да? Полградуса и 5 метров. Поэтому изменение поведения человека на полградуса может давать феноменально другие результаты. Ведь по большому счету между парнем, который играет на синтезаторе в ресторане, и парнем, который гастролирует по милу, играет на рояле, разница в полградуса. Между ними, они нажимают в нужное время нужные кнопки. Все. Но другой делает как-то это чуть-чуть. По-своему. По-своему. Ну как там это? И мы слышим эту разницу. Между хорошим парикмахером и начинающим, я так понимаю, тренируются начинающие, да? Они не топором начинают рубить волосы, они то же самое делают, но разница в полградуса. Вам не нужно снести всю вашу жизнь и на ее месте строить какую-то другую. Вам нужно корректировать полградуса, для того, чтобы получить черный минарный результат довольно часто. Субтитры сделал DimaTorzok